Публичные слушания администрации Екатеринбурга проходят словно в двух параллельных реальностях. В первой выступающие с горящими глазами сыплю цифрами и агитируют за принятие бюджета. Вторая реальность это рядовые участники слушаний. Поблекшие глаза, аморфная политическая позиция, а некоторые из них, как мы выяснили, и вовсе сидят на крокодиле. Их политическая ориентация словно была клонирована. Юлия Дерягина специалист молодежной политики. Представленный проект бюджета позволяет стабильно работать в существующей системе муниципальных учреждений молодежной политики. Лариса Тименькова связана с озеленением города. Городской бюджет закладывается значительной суммы. Все голосуют. За. Считаем. За. Можно опустить. И еще раз за. Посчитали. Мы сразу поняли, что здесь что-то не так. И выяснили причину. Разумом, например, этой девушке все слушания овладевал крокодил. И лишь один человек выступил против проекта бюджета. Ну, например, в Челябинске, у которого бюджет почти в два раза меньше, у них инвестиции в дорожное строительство почти в три раза больше. Я предлагаю голосовать против этого бюджета. Спасибо. Правда, рядовые участники придерживаются иной позиции. Они сторонники бюджета, толком не зная почему, но точно не потому, что работают на муниципалитет. То есть в жизни наших трудящихся будет только лучше. А какого размера у нас планируется бюджет на следующий год? Знаете, не буду вам брать. Могу прочитать, конечно, из того, что есть. Но очень мелко написано. То есть вы пришли подержать, но не знаете, какого размера он будет? Ну, понимаете, как бы сказать. Всеобщий одобрям смог бы разбавить депутат ЗАГСа Брани Андрей Эльшевских. Он тоже пришел на слушание, но слова не получил. Правда, нам признался, что сторонник социальных расходов. В итоге 307 голосуют за и только 7 против. И практически никакой полемики. Такая вот политическая реальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова